Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня хотелось бы осветить такую тему, как продувка системы полива. Сейчас у нас осень и не за горами морозы, несмотря на то, что осень затянулась и она теплая достаточно, нам нужно продуть систему полива. И хотелось бы осветить эту тему для вас. Для этого нам понадобится компрессор, понадобится переноска и также гибкий шланг высокого давления. С чего мы начинаем продувку? Нам нужно определиться с точкой воды, он у нас здесь находится в люке. Здесь у нас скважина и дополнительно повышающий давление насос. Следующим шагом будет выяснение, где у нас находится магистральный трубопровод, который всегда находится под давлением. Суть в чем? Магистральный трубопровод у нас закрытая система, она находится под давлением и на ней стоят вот такие электроклапана. Мы будем их открывать вручную с помощью поворота соленоида. Это же можно делать с помощью и открытия на компьютере, собственно. То есть каждый клапан мы можем открыть на компьютере. Но первым делом нам нужно продуть систему, то есть магистральный трубопровод. Мы будем продувать его с помощью вот таких шахт, которые находятся на нем же для водоразбора. То есть мы будем наполнять систему воздухом и после этого включать наши водоразборные колонки и выдувать лишнюю воду, которая находится в нем. Таким образом мы выдуем магистральный трубопровод и после него уже по очереди будем включать линии, которые, собственно, тоже нам нужно продуть. Итак, вот он наш источник воды. Здесь внизу скважина, подает в насос воду и вот по этой трубе она поступает вверх. На тройнике расходится. Этот пошел у нас на дом. И вот этот трубопровод пошел на полив. Вот здесь отсекающий кран мы закрыли, отключили трубу поливную, вот она уходит. Краник для слева воды. Вот и подключили сюда компрессор с помощью вот этих переходников. У нас здесь 32-й фитинг с 3-4 резьбой. Вот и переход на компрессор. Вот таким шлангом мы подключаем. Итак, у нас крайняя шахта находится здесь. То есть самая большая длина трубопровода, она именно с этой стороны. И вот таким образом мы ее будем продувать. Оп. Оп. Все, включили. И вода пошла с помощью давления воздуха. Вода наша выходит. Вот таким образом мы и поливаем газон заодно. Вот сейчас дело дойдет до воздуха и уже совсем по-другому. Вот он воздух. Там негативная шахта. Кроммали. Вот здесь. Продолжение следует. первую линию шахту открываем тоже продукте об намочила вот таким образом продувается полить и смотрим первый-второй дождеватель уже с воздухом после остальные еще поливают надо так чтобы в линии закончился закончилась вода полностью то есть смотрим еще пока идет водичка идет там уже начинается воздух принципе линии коротенькие думаю что достаточно будет одной продувки вот включился компрессор значит давление упало накачиваем для следующей линии сейчас продумав вторую линию я покажу один нюанс интересный если вы включаете клапана вручную очень важно это знать здесь на соленоиде вот здесь у нас соленоид вот провода к нему подходят на нем очень мелкая резьба и при повороте главное его не выкрутить вот иначе он выскочит из резьбы и вам будет сложно его вообще вкрутить назад вот таким образом поворачиваем и открываем вторую линию на продувку вторая линия у нас капельная здесь можно слышать звук сейчас под розами у нас капелька закрыта мраморной крошкой и не видно но слышно вторая линия у нас продукта воды там практически нет она вся вытекла через эмиттеры четвертая линия сразу убегаем подытожим первое что нужно сделать это подключить компрессор с к системе полива к магистральному трубопроводу от источника воды то есть либо это у вас техническое помещение какое-то либо же она у вас находится источник воды где-нибудь в помещении то есть сарай либо какой-то колодец после продуваете магистральный трубопровод на самую дальнюю колонку и уже после следующими действиями продуваете линии по очереди начиная с самой дальней заканчивая самой ближней линии когда вы избавитесь от воды продувка на этом закончена итак мы продули нашу систему полива которая состоит из четырех линий магистрального трубопровода линии у нас небольшие и вообще участок небольшой нам хватило по одному разу продуть каждую линию для того чтобы избавиться от воды делается как вы видите это очень просто при наличии нужного инструмента любой может это сделать если у вас возникнут вопросы какие-то может быть что-то непонятно задавайте их в комментариях под видео подписывайтесь на канал всем до новых встреч